Те, кто принимают нормативы, сами еще юны, тем, кто соревнуется по 7-9 лет. В программе 7 дисциплин, в том числе бег, поднимание туловища. В конце года здесь же пройдет квалификационный турнир по многоборью, уже на снарядах. А эти соревнования один из подготовительных этапов, чем-то похожий на сдачу нормативов ГТО. Пожестче, посложнее норматив, сложнее больше, лучше надо сделать, то есть он превышает тот норматив ГТО. И девочки, допустим, подтягивания в ГТО не делают, а у нас обязательный элемент, потому что девчонка должна свое тело поднять. Если она свое тело не поднимает, гимнастика, все. Всего гимнастикой на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» занимаются 150 девочек. 120 из них принимают участие в соревнованиях. Отделение существует уже около полувека. По словам Натальи Морозовой, за последние несколько лет желающих записать сюда своих детей стало значительно больше. У Яны Столбовой гимнастикой занимается дочь. Ей 8 лет. Ребенок достаточно активный, поэтому полтора года назад мама предложила ей направить энергию в спортивное русло. Написали заявление, тренер посмотрела на ребенка, говорит, пойдет. Гибкая, всегда торопится, ни одну тренировку старается не пропускать. Для меня тоже важно. Ребенку ведь нравится. Я хожу, смотрю на выступления. По статистике, после 10 лет в юношеской гимнастике остается меньше половины. Однако родители воспитанниц считают, что данный спорт полезен для общего развития. С такой подготовкой охотно берут в танцевальные студии. В сборной Краснодарского края Анапу уже традиционно представляет, по крайней мере, одна воспитанница Виктории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова